Глухая тайга К топке по белому, а затем к аккуратным печам-голландкам, жители Усссольска переходят только к середине XIX века. Началом парового теплоснабжения в Сыктывкаре стал 1920 год. По словам историков, именно тогда, на левом берегу Сысолы, близ современной улицы Коммунистической, на первой городской электростанции установили паровые котлы. Вся история начинается с 1919 года. Городской энтузиаст Михаил Петров запланировал сделать электростанцию, но получилось это сделать только к 1920 году. Довольно простая динамомашина, дровяной склад и котельная для отопления помещения. Ничего такого особенного здесь и не было. И в целом, вот именно в этом месте, в Подгорье, первая электростанция и размещалась. А это уже другой район Сыктывкара, местечко Лесозавод. Именно здесь, по мнению ученого Алексея Рогачева, 94 года назад произошел поворотный момент для сыктывкарской теплоэнергетики. Первый случай теплоснабжения в производственном помещении, где теплоносителем служил именно пар. В 1926 году начал работать Сыктывкарский лесной комбинат, на территории которого располагалась первая промышленная электростанция. Она и дала возможность запустить отопление на территории этого промышленного объекта. Одно из помещений было освобождено от оборудования, и там была запущена электроустановка, теплоустановка. Так что цеха этого комбината стали первыми отопленными помещениями промышленного значения на территории города. Расширить производство тепла должна была электростанция в Дырносе, но проекты так и остались на бумаге. Вместо больших объектов в Сыктывкаре стали возводить малые котельные. Появилась первая общественная баня. В 20-е годы у каждого горжанина было свое хозяйство и своя баня, но в конце 20-х годов появляются первые многоквартирные дома, поэтому необходимость городской общественной бани возникла вполне естественным образом. Мы как раз стоим у этого здания. Оно построено в 1928 году. Это первая городская общественная баня. Естественно, как же без этого. В ней была своя котельная, одна из первых в городе. И до 1931 года она функционировала как общественное помывочное учреждение. Чуть позже, в 1939 году, у людей появилась возможность мыться горячей водой не только в общественной бане, а прямо у себя дома. Строительство этой четырехэтажки на улице Кирова, 28, можно смело назвать прорывом в коммунальном хозяйстве того времени. Светлана Дмитриевна Менщикова прожила здесь 80 лет и хорошо помнит, каким чудом в то время считался их полностью благоустроенный дом. В нашем доме впервые появились ванные комнаты. Причем очень интересно, ванные комнаты с большим окном. Вот первое окно – это кухня, а второе окно – это ванная комната. В квартирах были батареи, потому что вот здесь вот в этом подвале была своя котельная, отапливалась углем. А, естественно, печки на кухнях отапливались дровами. И вот здесь вот вдоль всего вот этого дома шел большущий, очень высокий сарай-дровяник. Все жильцы имели свои клетушки, в которых мы хранили дрова. И, естественно, мы сами кололи эти дрова и носили домой. В 1938 году в городе появился водопровод, который шел до городской бани. А в 1939 году был построен этот дом, который шел по линии этого водопровода. Так что горячая вода, холодная вода и теплоснабжение в нем появилось от рождения. В доме была своя теплокотельная. В доме в каждой квартире стояли печки, а из крана шла горячая вода. Так что жители города получили первый благоустроенный дом. В 30-е и 40-е годы в Сыктывкаре одна за другой появлялись небольшие котельные. Ими оснастили дом работников НКВД на улице Кирова, педагогический институт, кинотеатр Родина и областной совет профсоюзов, современная улица Бабушкина. Чуть позже появилась дворовая котельная в доме печати на улице Карла Маркса. Она отапливает жилые дома, расположенные вдоль Аллеи Славы. В 1962 году таких котельных было уже почти 300. Жители задыхались от смога. С высоты города просто не было видно. Обзор закрывало черное облако дыма. Что такое Сыктывкар во времена 60-х годов? Бывшие летуны, так я их называю, пролетая над городом, не видели сам город, потому что он был в дыму. А причина этого была, что во втором дворе или во втором доме была котельная. Их было порядка 300. Котельные относились к разным ведомствам, министерствам, предприятиям и непонятно кому. И часто в зимний период, особенно когда за минус 30, жители сами становились, брали в руки лопаты, становились кочегарами и обеспечивались теплом. Топили котельные углем, который сначала с большим трудом перегружали с железнодорожного на речной транспорт в Котласе, а после везли в Сыктывкар по Вычигде. Городские котельные отапливались, естественно, лесом, потом к ним добавился уголь, мазут. Уголь в Сыктывкар завозился, естественно, по реке, к городской пристани баржами с Котласа до 60-х годов, пока к нам не пришла железная дорога. Собственно, пристань, она и располагается в том месте, где мы с вами сейчас находимся, городская пристань. Сюда приходили баржи и разгружались здесь по пологому берегу, уголь поднимался наверх и развозился по городским котельным. Сегодня тяжелый ручной труд кочегаров постепенно уходит в прошлое. Впрочем, в Сыктывкаре сохранилась одна котельная, где все пока по-прежнему. Чтобы люди получили тепло, машинист кочегар должен взять шарошку, распределить ровно по котлу, затем накинуть и ждать, когда поднимется температура. Но это только с виду все так легко. На самом деле, за одну смену машинист кочегар использует до тонны угля. Эта котельная в Нижнем Чове отапливает дома по соседству и детский садик с помощью твердого топлива. Но скоро здесь все изменится. На смену углю придет более экологичное топливо. Данной котельной уже более 40 лет. Она работает на угле. Она осталась единственная в Сыктывкаре. В скором будущем ее закроют. Мы переходим на природный газ. В 60-х же о газе думать было рановато. Перед энергетиками стояла другая задача – создать новый план теплоснабжения с современными источниками топлива. Так, в 1965 году появилась Сыктывкарская дирекция квартальных котельных и тепловых сетей. Она объединила под своим крылом 180 котельных. По распоряжению Совмина и по решению главы администрации, ну, в то время у нас был горком КПСС, исполком, поэтому решение было принято создать в городе Сыктывкаре предприятие объединенных котельных. Создали. Создали это в 65-м году. Первым директором этого предприятия был Дринкман Владимир Викторович, который за короткий срок, трудно сейчас представить, он из ничего создал коллектив. Это, если раньше назывались они кочегарами, после того, как мы переводили там на котельные жидким топливом и газообразным топливом, на газообразном топливе, эти были названия изменены, операторы, машинисты. Это архивные выписки из решений из полкома Сыктывкарского совета депутатов трудящихся от 20 мая 1965 года. Здесь и список котельных, которые передавали в ведомство дирекции, и имя директора, и штатное расписание. С этого документа начался новый этап теплоснабжения Сыктывкара. Одна организация, объединяющая все котельные города. Примерно в это же время утвержден план застройки и схема теплоснабжения. И хотя бюджет проекта был более чем скромный, специалисты выбрали открытую схему, которая в разы экономичнее закрытой. Открытая схема отличается тем, что вода готовится на котельных, там же подогревает, и по трубопроводам подается до потребителя. И эта же вода струкулирует по батареям, и она же идет из крана горячей воды. При закрытой схеме в каждом доме ставится водоподогреватель. И греющая вода из тепловой сети подогревает входящую в дом холодную воду, которая уже подается в краны к жильцам. В настоящее время в Сыктывкаре преобладает открытая система теплоснабжения. И только 15% жилых домов имеют закрытую. Возможно, со временем это изменится. По федеральному закону номер 190, к 2022 году все города в России должны перейти на закрытую схему теплоснабжения. Но этот процесс требует огромных денег. Для справки, стоимость перевода в настоящий момент одного жилого дома на закрытую схему составляет в Сыктывкаре около 1,5 миллионов. Если умножить на количество домов, то будет сумма колоссальная. Сумма и вправду выходит немаленькая, даже по меркам бюджета современного Сыктывкара. Что уж говорить о временах 60-летней давности, когда из тех же соображений экономии теплосети прокладывали прямо под проезжей частью. Вот почему энергетикам по сей день приходится перекрывать дорожное движение, чтобы отремонтировать или заменить трубы. Таким оборудованием пользовались теплоэнергетики каких-то 40 лет назад. С помощью 15-килограммового прибора они искали прорывы на трубопроводах. Принцип действия такой же, как у современных сейсмографов. Если нижний уровень дрожит, значит где-то рядом есть поток воды. Сейчас инженерам группы диагностики и контроля не нужно тащить на себе тяжелое оборудование. Современные приборы в разы легче, да и чувствительность у них лучше, отмечает ведущий инженер Андрей Гудырев. Они более чувствительные, у них много отсечений шумов посторонних. И у нас в городе наибольшее распространение нашли именно такие приборы, так как они позволяют осуществлять поиск утечки, не спуская степовые камеры. Сейчас мы их широко используем. Ну и процент нахождения, точное определение месторасположения утечек порядка 90%. А это уже новая страница истории теплоэнергетики Сыктывкара. Монтаж центральной водогрейной котельной. 8 октября 1971 года она выдала первые тонны горячей воды в теплосеть. С этого момента началось централизованное теплоснабжение столицы Коми. Руководил строительством ЦВК, а впоследствии на протяжении 30 лет возглавлял котельную Александр Федорович Ковалев. Заслуженный работник Минтопэнерго и просто хороший человек, как отзываются о нем коллеги. Он ездил по всей стране, искал оборудование, искал специалистов, учился сам, обучал других. Это была его инициатива, чтобы вторая очередь строительства разделена была поблочно. То есть это увеличило надежность теплоснабжения города. Идея в чем была, что если отказывает оборудование на одном блоке, второй подхватывает его нагрузку и наоборот соответственно. Сергей Черкас вспоминает, у него не было часов приемов на дверях. Мы могли прийти в любое время и по любому вопросу. Он работал на полную мощность, как и его детище. Александр Ковалев ушел из жизни в 2010 году. Но работники ЦВК, многие из которых начинали трудовой путь под его руководством, пообещали продолжить заложенные им традиции. «Были трудности поначалу?» «Да, да. Ну, трудности были, потому что это все было новое. «Впервые, да?» «Да, впервые здесь, в Тывкаре. Второе, трудности были в чем, что оборудование, основное котельные агрегаты, они получены были из Румынии, вот, сами агрегаты. А комплектация их, вспомогательное оборудование, электрики, кипы, там, автоматика, все, они не были укомплектованы, эти котлы, эти вещи. «Пришлось, ну, пришлось командировки, ездить бесконечные командировки, вот, и персоналу, и мне доказывать, добиваться этого». Поначалу на ЦВК использовали мазут, но 12 апреля 1972 года был запущен котел, работающий на природном газе. С тех пор газ – основное топливо, а мощность котельной за 40 с лишним лет выросла больше, чем в 10 раз. Сегодня производственные объекты ЦВК располагаются на площади в 22 тысячи квадратных метров. Трубы высотой 100 и 120 метров видны практически из любой точки города. Центральная водогрейная котельная – основной источник тепла в Сыктывкаре, и обслуживать ее не так просто. Больше 11 лет Александр Жданов обеспечивает бесперебойную работу котельной, вовремя устраняя неисправности и дефекты. «Во-первых, это интересно, и повышаешь, так скажем, свои квалификационные знания. Постоянно что-то новое узнаем, учимся. Я считаю, оно нужно, да, потому что все-таки котельная ЦВК – довольно-таки большое предприятие. И вовремя обслужить, чтобы люди были всегда в тепле». На долю современного предприятия Сыктывкарских тепловых сетей КОМИ филиала Т-Плюс приходится 90% всего тепла, которое вырабатывается в городе. Энергетики обслуживают 475 километров трубопроводов. Это большее расстояние от Сыктывкара до Кирова. Кроме ЦВК в состав предприятия входят 16 малых котельных. Еще несколько лет назад их было гораздо больше. Например, в местечке Заречья. Где раньше располагалась котельная в Заречье? В Заречье располагалась котельная. Вот если ее видно здесь, вот на той стороне реки, вот где оцинкованный бак и рядышком здание. Ну, сейчас это не котельная, там сейчас насосная. А как отапливаете Заречье? Отапливается Заречье сейчас от города, то есть под рекой, под дно реки сделали прокол и протянули ПХВ трубу. Я могу вам, если интересно, могу показать. Вот такая гильза и в нее потом проходит труба. То есть две таких трубы, подача и обратка. И сколько уже таким образом отапливаете Заречье? Ну, вот получается, что 2007 года, с лета, я сам свидетель этих событий, так как я был мастером этого участка. И вот прямо в моих глазах это все происходило. За качеством воды, которая поступает в дома горожан, следят здесь, в лаборатории мониторинга и диагностики. Больше 20 лет инженеры-химики стоят на страже безопасности потребителей и не допустят нежелательных примесей в воде. В лаборатории мониторинга и диагностики ежемесячно контролируется порядка 300 проб воды. Это вода питьевая горячего водоснабжения, сетевая вода, поступающая на отопление, и исходная вода, поступающая с водоканала. Вода горячего водоснабжения контролируется в лаборатории по следующим показателям. Содержание железа, нефтепродуктов, алюминия, окисляемость, цветность, мутность. По всем контролируемым показателям вода, подаваемая потребителю, соответствует требованиям Санфин. За то, чтобы горячая вода и тепло дошли до квартир абонентов без задержки и в любую погоду, отвечают вот эти ребята. Начальник диспетчерской службы Антон Руденский работает в компании 10 лет. Говорит, за это время технологии ушли далеко вперед. Процессы, которые раньше требовали много сил и времени, сегодня автоматизированы. Цифровизация позволяет сегодня нам видеть все, что происходит у нас при транспортировке и распределении тепловой энергии, начиная от наших котельных, заканчивая нашими абонентами. Благодаря этому мы можем наиболее равномерно распределить тепловую энергию по городу, избежать перекосов в работе, а также диспетчерская служба может наиболее оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации, которые могут произойти на тепловых сетях в городе Сыктывкаре. Столица Коми растет и развивается. Чтобы обеспечить теплом новые микрорайоны, энергетики модернизируют теплотрассы, увеличивают диаметр, наращивают пропускную способность. Под контролем весь процесс – от производства тепла на котельных до момента, когда оно поступает в квартиры сыктывкарцев. Для нас важен каждый клиент, и мы готовы оказать всяческую помощь управляющим компаниям, ТСЖ, в том числе по всем их необходимым вопросам и проблемам. И готовы также рассмотреть вопрос подачи теплоносителя в межотопительный период для создания комфортных условий внутри помещения. Каким будет Сыктывкар через 10-20 лет? Наверняка ветхие деревяшки уйдут в прошлое, а на замену им придут современные многоэтажные дома. Городу нужно будет больше тепла, надежного и экологичного. Перспективы города Сыктывкара мы закладываем уже сейчас. Разработана схема теплоснабжения до 2033 года, согласно которой будут выполнены работы по газификации источников теплоснабжения, то есть перевод существующих источников на более чистое экологическое топливо, природный газ. Продолжать будем работы по автоматизации, диспетчеризации и цирковизации всех процессов технологических. Это от источников до каждого дома и интеграция всех в единую информационную сеть. Продолжать работы будем по расширению зон теплоснабжения, в частности, центрального микрорайона города Сыктывкара. И продолжатся работы по закрытию схемы ГВС по городу Сыктывкар. Крупнейшему производителю тепловой энергии и горячей воды в столице республики этим летом исполнилось 55 лет. К своему юбилею сыктывкарские тепловые сети подошли с хорошими показателями и амбициозными планами на будущее. Компания меняется, но цель у нее все та же – выполнять свою работу качественно и в срок, чтобы Сыктывкар и дальше оставался теплым, уютным и комфортным городом.